Казехнопарк 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 Его нельзя привязать к одной стране, к одной территории Сегодня, скажем, в Беларуси нам очень важно, что здесь это все концентрируется И мы работаем все ради того, чтобы вот здесь все строилось Материализовалось Материализовалось Идеи материализовывают Это для инвесторов Материализовалось бетонным, металным Конечно Здесь через бумагу перешло в реальность Анатолий Эдуардович Юницкий с удовольствием показывал и рассказывал о том, что сейчас происходит в экотехнопарке Наши гости увидели своими глазами начало установки ограждения территории Ведь это не просто забор, а высокотехнологичная разработка Skyway, где продуманы все детали от экологии до надежности Это прочная конструкция, хотя она легкая и ажурная, и она дешевле, чем обычный забор И даже если кто-то пытается поварить одну опору с благостроном, надо валить десяток опор Поэтому прощесть, это необычная, необычный забор Принять участие в установке первой опоры решили все вместе, ведь событие по-настоящему историческое Вместе крутили бур, вместе замешали бетон, ну и, конечно, вместе установили Мы ставим сейчас первую опору, первую стойку нашего струнного ограждения И здесь она, вот ограждение пойдет туда, где-то километр И стойки наши будут через, стоять Через 15 метров Так, да, давайте бетон Ура! Тоже возьмите лопатку Поздравляю всех с началом строительных работ Да, я тоже поздравляю всех с началом строительных работ Первая лопата бетона Да, да, дорога начинает Да, вот так, вот так, да Конечно, вручную установка первой опоры – дело символическое На стройке должна работать специальная техника, которая уже прибыла в распоряжение компании Skyway и готова к использованию Вот техника, которая, собственно, будет строить И стаду будет ставить, ямки копать И не только здесь, а по всему периметру Поэтому первую опору мы вручную поставили символично А дальше будет с помощью техники это все делается И вот наш забор, наше ограждение пройдет туда примерно километр, сто метров Вот в том направлении Экотехнопарк практически через год сможет продемонстрировать все революционные разработки и преимущества струнных дорог Но для инвесторов также важен подход к использованию финансовых ресурсов компании Но и здесь они остались довольны Вот, я говорю, основной все же, что профессионализм в чем впечатляет И можно было, ну, деньги инвесторов, да, пошел, купил там А ведь разрывать, ведь вы же мониторите Если нет того, что нужно, вы разрабатываете сами Купить будет на порядок дороже и на порядок хуже Мы заинтересованы в том, чтобы рационально оптимизировать расход средств максимально То есть инвесторы должны быть спокойны на 300% Значит, по нашим прикидкам, это наше уникальное мотор-колесо Будет стоить где-то порядка 5000 долларов за что Скорее, наше уникальное мотор-колесо, которое позволяет разгоняться нашему юнибусу И тормозит скорость, сколько это сейчас, на участке 15 километров Ни одна система транспортная это не может делать, ни одна Ни скоростная дорога, ни поезд на магию подушки не сможет разогнаться На таком коротком участке, а мы сможем И вот наступил момент главного события Закладка капсулы времени Послание будущим поколениям о том, как все начиналось И кто стоял у истоков их настоящего Ведь когда-то самолеты, автомобили, ракеты считались чем-то фантастическим и нереальным А сейчас мы пользуемся всем этим и уже не представляем, что могло бы быть как-то иначе Но самое главное, что для потомков, благодаря транспортно-инфраструктурным технологиям Skyway, будет сохранена экология У меня в руках капсула времени, мы закладываем ее нашим потомкам на 50 лет И мы сейчас находимся Здесь будущая станция, она вот там И мы находимся сейчас вот здесь Вот здесь мы ее заложим, капсулу времени Это послание нашим потомкам, первая капсула, это на 100 лет Мы надеемся сами ее потомоку Это на 50 лет Точно Это на 15 лет Ура! Ура! Наших гостей переполняли эмоции Ведь все, что они увидели, превзошло самые смелые ожидания Работа конструкторских бюро, разработка инновационных идей, строительство экотехнопарка Это реализация их финансовых вложений Это вклад в будущее нового, чистого мира Это действительно знаковое событие То есть эмоции, энергия переполняют Я это не могу объяснить Мы творим новую историю Именно сегодня, для будущих поколений Все уставшие, потные и так далее Ну так ведь рабочие процессы и проходят Стройка по-другому, она невозможна Мы приехали из Москвы для того, чтобы посмотреть, что сегодня здесь должно происходить Вчера Анатолий Эдуардович нам показал КБ Мы прошли по трем этажам Посмотрели на всех этих инженеров Сейчас работают на него 120 человек На него и, в частности, значит, и на нас Потому что мы тоже хотим, чтобы наши деньги работали в руках профессионалов Вот, вчера, конечно, мы были потрясены тем, как это все делается А сегодня мы уже вышли на ту площадку, на которой все это будет уже воплощаться Поэтому мы очень довольны тем, что мы приехали и сами во всем поучаствовали Я, как представитель инвесторов, сам инвестор, побывав и сегодня участвовал в этом мероприятии в Мариной Горке Еще больше убедился, что мы делаем правильное дело Что есть момент материализации всего того, чем мы и все вы занимаемся И это радостно и здорово Мы идем вперед С чем я вас и поздравляю Здравствуйте, дорогие друзья Рад вас приветствовать на очередном вечернем вебинаре То есть это такой вебинар знаменательный Потому что действительно происходят очень серьезные изменения Очень серьезные изменения в нашем проекте Естественно, в лучшую сторону То есть то, что произошло буквально 7-8 числа То есть 8-го мы это закрепили непосредственно уже конференцией в городе Минск На которой присутствовали в том числе представители научно-производственного конструкторского предприятия То есть непосредственно уже Андрей Селюков присутствовал Анна Габа, Кирилл, человек, который разрабатывает именно ТЗ И тот результат работы, который был получен в том числе Маргаритой Медонецкой То есть это именно наш первопроходец по адресным проектам Он заставляет радоваться душу и сердце Потому что те построения сети, те инвестиции, которые все мы с вами реализуем Они действительно воплощаются уже в железе и в бетоне И собственно при достаточном финансировании И я всегда буду повторять именно вот это словосочетание При достаточном финансировании Струнный забор будет построен буквально уже через 2-3 недели И более того, этот забор будет уже продаваться Как только технология выйдет на свет То есть даже забор будет инновационный И собственно, пожалуйста, скажите, поставьте плюсики Как меня слышно, видно? Кто-то пишет, что звук квакает и так далее Да, значит просто перезайдите Проблема, наверное, с соединением или что-то такое В общем, давайте, друзья, в первую очередь проголосуем Чтобы мне понимать, сколько у нас людей, новичков Присутствует на данном вебинаре То есть в основном это технико-экономические вебинары Предназначены уже для старичков, так скажем Те люди, которые посещают 2-й, 3-й, 4-й, 5-й раз, 5-й и более То есть многие на вебинарах присутствуют уже и по 10 раз, и по 20 раз И это абсолютно нормально, абсолютно логично и закономерно Но также попадает на именно технико-экономический вебинар Также и новички Прошу прощения сразу, потому что вам, возможно, будет не очень комфортно Потому что информация будет сразу, информации будет много И сегодня я хотел бы донестить очень многого В том числе для людей, которые уже в этом проекте Может быть даже больше года Может быть даже вообще с самого начала Потому что действительно произошли очень коренные Очень важные изменения, которые я хотел бы осветить Самое важное то, что я хотел бы до вас донести Одно из самых важных Потому что на самом деле вот и дневной вебинар я рекомендую смотреть Потому что все равно вебинары будут отличаться дневной от вечернего Но там было донесено именно про те новости колоссального значения Как для Skyway Invest Group, так и вообще для группы компаний Skyway Которые произошли и самое радостное и действительно самое благостное То, что Skyway Invest Group и группа компаний Skyway Я присутствовал уже более чем на четырех встречах в Минске И это развивается все именно в векторе положительного развития и движения вверх То есть это не может не радовать Потому что в конфликтных ситуациях внутри нашего проекта Ничего хорошего не добьешься И собственно я действительно искренне рад Что полное взаимопонимание, полный профессионализм И полное соприкосновение и интересов, и перспектив, и будущего развития Skyway Invest Group И специалистов научно-производственного конструкторского предприятия И группы компаний Skyway Это действительно очень благостная такая весть Что, что было достигнуто конкретно на этой договоренности Я подробно останавливаться не буду Именно только вам дам ссылочку сейчас по вебинару 17-го числа То есть мы ездили именно в числе небольшой группы людей И все эти люди будут присутствовать на данном вебинаре Он пройдет 17-го числа в 19.00 То есть это не плановый вебинар в понедельник Но один из таких вебинаров вы могли наблюдать То есть это был первый вебинар именно Академии Новой Евразии По Академии Новой Евразии я могу сказать, что процесс идет С осени начнутся занятия То есть вы видите и понимаете, что уже все инвестиции Все наши старания, все наши успехи Воплощаются и материализуются в первом бетоне В первом столбике именно струнного забора И также Академия Новой Евразии начнет свою работу Уже в реальном времени Да, сначала это будет виртуальная работа Но самое главное, те знания и та информация Которую будет Академия Новой Евразии нести Дамы и господа новички, я вас приветствую Как говорю, всегда запомните этот день Потому что этот день действительно может изменить многое И я поставлю, друзья, сейчас слайд, который вы никогда не видели И хотел бы очень грамотно и четко для каждого из вас донести Чтобы было полное понимание Каким образом сейчас будет развиваться Как минимум Skyway с группы И собственно данная стратегия была принята Также и группой компаний Skyway Вы все прекрасно знаете, что направление легкого транспорта Именно прогулочного Мы даже не знали, каким он будет Мы просто разрабатывали Сергей Анатольевич Именно основоположник И собственно я уже присоединился Как именно в качестве доработчика И предложение новых идей по данному концепции транспорта И соответственно это легкий прогулочный транспорт Который мы назвали смарт-кар, велокар И собственно те люди, которые присутствовали на конференции в Испании На нашей первой европейской конференции Поставьте пожалуйста плюсики, кто присутствовал на данной конференции Собственно вот эти люди в первых рядах услышали информацию про смарт-кар И далее уже соответственно после данной конференции Мы эту информацию законсервировали Но это было абсолютно оправдано И абсолютно правильно Потому что всему свое время Как говорится вот сейчас вот время технологии нашей пришло Она воплощается в реальности И осенью 2016 года при должном финансировании Опять же повторяю вот это словосочетание Мы сможем увидеть уже демонстрацию и сертификацию Грузового, городского, пассажирского И также легкого туристического фитнес-экотранспорта И сейчас я хотел бы донести до вас очень важную вещь Которая заключается в стратегии развития и выхода на рынок Вообще технологии Skyway То есть все вы прекрасно знаете И все вы прекрасно помните Что мы заключили достаточно серьезные контракты На несколько десятков миллиардов Более 80 миллиардов долларов Сумма этих контрактов Но эти контракты достаточно глобальные Серьезные И они много кому мешают Много кому переходят дорогу Начиная от РЖД Авиатранспорта ТЖВ, Симмонс И заканчивая уже Сильными мира сего То есть это современные банкиры Это современные управленцы нашего мира То есть много теорий существует по поводу этого Но хочу сказать, что наша технология Вообще наша технология развивается изначально от обратного То есть вся технология и концепция струнного транспорта Анатолия Дардашинского Была им выведена уже после того Как пришло понимание, что Общепланетную транспортную систему Именно геокосмическую планетарную транспортную систему Которую он презентовал и в 70-х годах в Минске На первой именно конференции по освоению Неракетному освоению космоса Там, ну собственно, на мой взгляд Был произведен данная информация полный фурор Но эта информация не была принята Потому что, во-первых, это колоссальные вложения Которые на тот момент никто не готов и не желал делать Во-вторых, просто время тогда не пришло данной технологии И сегодня также время не пришло И Анатолий Эдуардович Юницкий стал думать Каким образом с помощью существующих законов физики С помощью существующих материалов С помощью существующей промышленности и индустрии Не создавая особо ничего нового Создать именно перспективный, эффективный, дешевый, экономичный В первую очередь безопасный и комфортный перемещение транспорта И родилась концепция струнного транспорта Анатолия Эдуардович Юницкого То есть это транспорт второго уровня Транспорт, который располагается над землей И, собственно, уже с 80-х годов Происходило развитие данной концепции Начиная с первого поколения Сегодня уже разрабатывается четвертое поколение И одновременно я вам хочу сказать, что разрабатывается четвертое плюс И даже пятое поколение Но, естественно, на рынок будет выведено И это абсолютно логично и правильно Именно четвертое поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Но не родившись вот этой концепции Седьмого технологического уклада Ее можно так называть То есть, и более того, выборку по технологическим укладам Мы в ближайшее время вам сбросим Либо представим прямо в виде слайда Чтобы все понимали, какие технологические уклады Уже прошло человечество То есть от первого до пятого И хочется сказать, что если бы не родилась концепция Седьмого технологического уклада В голове нашего гения Именно генерального конструктора Генерального изобретателя И в первую очередь генерального директора Группы компаний Skyway То, скорее всего, возможно Транспорта второго уровня и не было бы То есть, зачем я вам это рассказываю То есть, все шло от обратного И от грандиозности Именно околопланетного Транспортной системы, инфраструктуры Которая позволит вывести промышленность В открытый космос И поверьте мне, это одна из миссий Вообще нашего участия в проекте И личная миссия Анатолия Эдуардовича Юницкого Я не раз спрашивал у него лично Зачем ему этот проект И действительно он понимает Что точка невозврата Сейчас экологии планетарного масштаба пройдена И сейчас нужно что-то делать Одним из решений Именно конкретных и опорных Фундаментальных решений Является вынос промышленности В открытый космос Только таким образом мы сможем Предотвратить парниковый эффект Изменение климата И спасти наш дом В котором мы все с вами живем И собственно да сейчас Все делится на страны На континенты Но проблемы планеты Земля У всех одни И Анатолий Эдуардович Юницкий Одним из первых Понял это И представил это На той конференции В 70-х годах В Минске Республика Беларусь Где сейчас И заложен Именно первый Уже залит первый бетон Заложен Именно фундамент Первого столба Струнного забора Построенного По инновационной технологии И собственно Там был заложен Именно фундамент На той конференции Будущего транспорта То есть После этой конференции Понимая Что невозможно На сегодняшний день Развиваться в этой логике И никто в принципе В этом не сможет помочь Анатолий Эдуардович Юницкий Придумал Транспорт второго уровня И эпоха развития Этой идеи Она достаточно серьезная Она прошла Сквозь тернии Звездам Так скажем Звездам Она выйдет Обязательно Именно к седьмому Технологическому укладу Но сделаем Дамы и господа Это как раз таки Мы с вами вместе На мой взгляд Именно сетевое построение Корпорации Именно сетевое развитие Проекта Именно вовлечение Широких масс людей Миллионов А может быть даже Десятков И сотен Миллионов людей В данный проект Позволит Совершить Такую Революцию И действительно Вывести промышленность В открытый космос Но для кого-то Это может Показаться Достаточно Такими уже Заоблачными Абсолютно Понятиями Я абсолютно Понимаю И принимаю Мнение Новичков Но Хотелось бы сказать Что Чтобы это реализовать Анатолий Эдуардович Веницкий Придумал Транспорт второго уровня Именуемый Именно Технологией Скайвей И то Что вы видите На слайде Это все Разработано В логике Транспорта Именно Эстакадного С путевой структурой Эстакадного Типа То есть Это Жесткий Неразрезной Рельс Конструкции Именно Путевая структура Преднапряженная Внутри нее Находятся Сотни Стальных Проволок И Соответственно С помощью Законов Которые Известны Современной Физике Известны В современном Сопромате Уже Реализуется Данный Инновационный Транспорт То есть На самом деле Подобная Технология Даже В 800 Году Пытались ее Реализовать Но там Был нюанс В том Что Как раз Таки Были И сварные Швы И Конструкция Была Разрезная Как раз Таки И просто Не Выдерживало Сопротивления Все Ломалось И В первую очередь Именно Фактор Безопасности Он Сразу На рынок Да Это Будущий Рынок Да Это Огромный Пирог Который Захотят Поделить Многие Транснациональные Корпорации И Нам Ни в коем Случа Нельзя Нельзя Мешать Транснациональным Корпорациям Которые На сегодняшний Момент Обладают Очень Мощным Влиянием И Огромным Запасом И сил И ресурсов Чего У нас Сейчас С вами Именно Такого Запаса К сожалению Либо к счастью Но нет К счастью Я думаю Потому что Иначе Стратегия Подобная Не Родилась То есть Именно В жестких Конкурентных Условиях Мы Именно В совокупности И в содействии С группой Компании Skyway Начали думать И непосредственно Сергей Анатольевич Сибиряков И я Задумали Именно Легкий Транспорт Мы не знали Кто его Как будет делать Мы понимали Что Да Действительно Этот транспорт Зачем-то Но Должен Выйти В свет И Вот Крайняя поездка В Минск Одним Из главных Результатов Я считаю То Что Анатолий Эдуардович Ельницким И группой Компании Skyway Была принята Логика Развития И постепенного Выхода На рынок С помощью Легкой Транспортной Инфраструктуры То есть Это могут быть Прогулочные Трассы В университетах В отелях Просто представьте Сейчас Буквально На минуту Что Наша Струнная Дорога Будет связывать Отели Университеты Пригороды Различные Базы Отдыха Различные Парки Я говорю Именно про Мелкомасштабные Менения Потому что Их Ранее Не было Они Не Предполагались Но Как раз Таки Это Может быть Одной Из точек Входа В наш Глобальный Бизнес Я приведу Пример Недавних Прошедших Двух Уральских Конференций Огромная Благодарность За проведение Представителям В данных Регионах То есть В Екатеринбурге Проводил Руслан Багиров И его Сподвижники И В Челябинске Григорий Михайлович Мирошеченко И я И Собственно Родилась Концепция И более того Не родилась Концепция На круглых Столах Проводимых После конференции К нам приходили Люди Которые Напомнили Нам Об этой Концепции И Заставили Просто буквально События И обстоятельства Буквально В первый день Пришли к нам На круглый стол Люди И вы увидите Этот проект Это проект Именно Такого Процветающего Урала Именно Туристической Дороги На Урале Верхнатуре Это Самоцветный Урал Если не ошибаюсь Название Собственно Это Трасса Которая Будет Пролегать Сквозь Будущее Место Паломничества Потому что Собственно Убийство Царя Произошло На этой Территории И В 2017 2018 Году Аж Вначале Это будут Тысячи людей Потом Сотни Тысяч Людей А потом Собственно Это будет Уже Приближаться К миллиону Людей Именно Людей Которые Готовы И Желают Посетить Это Место По аналогии Могу Сравнить Его С Ватикан То есть Именно Резиденции Папа Римского Все Все Приезжают Ватикан Посетить И Италию Чтобы Увидеть Именно Вот это Место Пребывания Папы Римского И На Урале Тоже такое Место Есть К нам Вышли С предложением Причем Параллельно Предложение Это По Хургаде Это Египет Также У нас Внутри Нашей Инвестпроводящей Системы И даже Среди Активистов Директората Есть Такой Замечательный Человек Как Ануш Ануш Давно Пробивает Эту Концепцию Именно Нашего Струнного Транспорта Второго Уровня Именно Среди Отелей Турции Но не Было Предложения И Когда Во второй День Уральской Конференции То есть Первый День Проходила Конференция На Урале В городе Екатеринбург Во второй День Также Откуда Не возьмись Никто Не договаривался Вот Что очень Примечательно Это Знаете Вот Вы наверное Заметили Что Невидимая Рука Ведет Наш Проект По Тонкому Канату По которому Мы с вами Все Идем Невидимый Именно Навигатор Ведет Наш Экономический Ковчег По тому Океану И уже Бушующему Океану Тех Экономических Ситуаций Которые Возникают Взглянуть Достаточно На курс Доллара И все Станет Ясно И абсолютно Понятно Курс Евро Курс Доллара И стоимость За баррель Нефти И собственно Во второй день Немножко Отвлекся Во второй день Пришел Человек Который А работает Вообще Тоже через Краудфаундинг Краудинвестинг Но это Юридическая Схема Он строит ВДНХ На территории Челябинской И более того Ни один Квадратный метр Не строится за деньги То есть в этом Сразу Мы нашли Общие Взгляды Именно Про народное Финансирование Но там Финансируют Редические Лица И этот Человек Я думаю На будущих Вебинарах Когда уже Утвердится Проект Именно по Челябинску Рабочее Название У него Именно Имеет место Быть Даже уже Это будет В Челябинске В одном Из парков Я не буду Называть Конкретное Место Будем уже Более Конкретно Общаться Когда будет Договоренность С администрацией И этот Человек Как раз Таки Сказал Что Это Все Что Вы говорите На конференции Проект Русский Холод Освоение Тамтора Освоение Попегайского Месторождения Продажа Пищевого Льда По всему Миру Освоение И строительство Линейных Городов От Санкт-Петербурга До Владивостока Строительство Новых Линейных Городов Освоение И создание Именно Широкомасштабных Трасс Именно Большого Мирового Значения Я бы сказал В Европе Это все хорошо Но Не могли бы Вы построить Нам Пожалуйста Именно Легкую Прогулочную Трассу И знаете Каково было Удивление Что данная Концепция Выводилась Выводилась Свет Но Не получала Практического Применения И вот Буквально За эти Два дня В первую очередь Естественно Наш Гуру И стратег Сергей Анатольевич Сибиряков И потом Уже Как Учитель Учитель Научил Ученика Подключаясь С мыслями Я Мы были Удивлены Разработав Вот эту Концепцию Что Действительно В первую очередь Сейчас Нужна И необходима Концепция Легкого Прогулочного Туристического Фитнес Экотранспорта Как угодно Называйте Это зависит Все от Применения То есть На данный момент Мы уже Разработали Коммерческое Приложение Для парков А поставьте Плюсики Вообще Кто представил Что в парках Будет перемещаться И более того Это будет Фитнес Экоаттракцион Именно В вашем городе И что Данный проект Он будет Значительно Дешевле Значительно Более Экономичный Эффективный Чем Все Существующие Транспорты Находящиеся На сегодняшний Момент В городе И он Будет Дешевле И он Будет Более Прост И Быстр В строительстве Чем Городской Пассажирский Транспорт Который Являлся Минимум Именно По Струнной Технологии Анатолия Эдуардовича Ницкого Но Мы все Идем От Обратного Мы Думаем И развиваем Стратегию Выхода На рынок Мы Все Желаем Выйти Без Конкурентов Без Какой-либо Борьбы Без Минимальной Может Борьбы Без Минимальных Противопоставлений Именно Существующей Транспортной Инфраструктуре И Я задам Вам вопрос Если Мы будем Выходить Неправильное Даже Слово Если Когда Мы будем Выходить На рынок Именно Через Парки Через Прогулочные Трассы На базах Отдыха Через Освоение Именно Этим Фитнес Экотранспортом Шельф Море Берегов Озер Берегов Наших Речек Русских Если Мы Просто Будем Прокладывать Вот эти Туристические Трассы Над лесами Когда Все Согласовано Когда Действительно Повышается Рейтинг Городов Когда В парках Появляется Данный Фитнес Экотранспорт Кто-то Может Назвать Аттракцион Даже Непонятно Пока Потребует Этой сертификации Потому что Это Действительно Может быть Даже В роли Такого Прогулочного Транспортного Аттракциона И Если Мы Будем Строить Среди Как Связующее Звено Именно По транспортной Инфраструктуре В отелях Между университетов А я напомню По университетам Первая Социальная Сеть Именно Зародыш Социальной Сети И это Я назвал Стратегией И теорией Цукерберга Марка Цукерберга Одного Из гигантов И Капитализаторов Пятого Технологического Уклада Эгрегором И ядром Которого Является В первую очередь Микроэлектроника Естественно Интернет И естественно Хай-тек Технологии И Собственно Сеть Это пошла Мировая Социальная Сеть Которую Сдублицировала Потом Вконтакте Одноклассники И так далее Но все это Началось Всего лишь С двух Общежитий И два Общежития Была идея Связать Именно Общение С людьми Это был Эксперимент Эксперимент Который Вылился В колоссальную Капитализацию То есть На следующих Вебинарах Подготовим Слайды По капитализации Фейсбук Слайды По капитализации Гугл Слайды По капитализации Эппл Я неспроста Говорю Про Компанию Эппл Потому что В нашей Стратегии Развития Мы также Принимаем И применяем Стратегию Стива Джобса Это Гениальный Человек Который К сожалению Покинул Наш мир Но собственно Если бы он был При жизни Мы обязательно Выразили Благодарность Потому что Эта стратегия Родила Именно Стратегию Выхода Без Конкурентного Без Какой-либо Борьбы Сопротивления Транснациональных Корпораций И более того Во взаимодействии Во синергии Как и все Мы с вами Двигаем Наш проект Выхода На транспортный Рынок На мировой Транспортный Рынок Который составит Триллионный Рынок Но выход Будет Именно По стратегии Стива Джобса Что это такое Спросите вы Я сейчас Объясню Объясню буквально Вкратце Кто знает Что В первую очередь После Представленных На слайде Простеньких Маков То есть Это первое поколение Было предложено Было предложено Даже не Стиву Джобсу А корпорацией Гигантам На тот момент Которые И не думали Конфлировать С Apple И даже Не предполагали Что из Гаража Стива Джобса Родится Целое направление Новых Электронных Устройств Под Гидой И брендом Компании Apple Был Как раз таки Предложен Айпад А когда появился Айпад Вспомните Айпад появился Через 8-10 лет И какой путь Прошла технология Компании Apple Насколько гениально Было Именно Постепенное Внедрение В рынок Поэтапного По Технологичного Развития Бизнеса То есть В первую очередь После Первых Маков Стив Джобс Разработал Концепцию Айпода То есть Что такое Айпод Вот Наушники Естественно Эти наушники Были более миниатюрные И Обычное устройство Которое На сегодняшний день Напоминает Наш телефон У меня Андроид Я не особо Люблю Apple И сейчас Объясню Почему Но Стоит отдать Должное Гениальности И маркетинга Стива Джобса Что Собственно Айподы Купили В количестве Более 75 миллионов Экземпляров То есть За 3 года Представьте себе Более 75 миллионов Экземпляров А сколько Купили Потом Айфоны А что такое Айфон Айфон Даже первое Поколение Это Айпод Но с добавленным Интернет С добавленными Именно радиочастотными Мобильными Частотами GSM И так далее И Это Сформировало Именно Нишу Смартфона То есть С обычного Плеера Появился Достаточно Серьезный Электронный Аппарат От которого Я думаю Многие из вас Сейчас не могут Отказаться И фраза Которая звучала Много лет назад Как я забыл телефон Сейчас она Вводит в шок И мы возвращаемся Домой за телефоном Потому что Не хочется забывать телефон Это часть нашей жизни Далее Стив Джобс Пошел еще Глубже И собственно Он Все это Внедряет Через Свою Операционную систему Какая у нас Операционная система Спросите вы Да вот Те самые 12 каналов связи Которых Описаны В ролике Про Кабели И так далее И собственно Это будет Нашей защитой И вся сеть Транснет Будет нашей Операционной системой Потому что Сеть Транснет Это единая Транспортная Энергетическая И коммуникационная Составляющая И даже Социальная Потому что Сеть Транснет Это именно Как интернет Ядро технологического Уклада То Соответственно Ядром Шестого Технологического Уклада Будет Сеть Транснет Как мы видим И естественно Сеть технологии Skyway Которые Сформируют Технологии SkyTech То есть Это небесные Технологии Абсолютно Логичные Закономерные Понятия и названия Которые Было введено Сергеем Анатольевичем Сибиряковым Поддержано Всеми Директорами Собственно Если не ошибаюсь Даже когда Сергей Анатольевич Сибиряков Еще Развивал Направление Именно Стратегического Инвестирования Стратегического Планирования И развития В группе Компании Skyway То есть С октября Сергей Анатольевич Сибиряков Именно является Одним из директоров Skyway Инвестгрупп И Абсолютно Правильно Артем Пишет в чате Что система Безопасности И есть наша Операционка Но Стив Джобс Не остановился На этом Что он сделал Потом Естественно Там были Различные Устройства Ручки Уже Различные Стилусы Наушники Мультимедийные И так далее Но после Стив Джобс Выявил Еще парочку Поколений Смартфонов Марки Apple Типа iPhone И За каждое Будущее Поколение Вспомните Каким Вообще Эффектом И результатом Отвечал рынок Это Очереди Это очереди И сотен И тысяч Людей Которые Ночевали В палатках Чтобы Получить Новое Поколение Смартфонов И только После того Как появились Макбуки После того Как появились Первые Именно Ноутбуки Марки Apple После того Как появились Стационарные Компьютеры Уже Современного Поколения Макбуки Стив Джобс Вел iPad То есть Вдумайтесь В то Что Насколько Гениальным Было Именно Поэтапное Внедрение И не нужно Никуда Торопиться Время Все расставляет На свои места То есть Это концепция Которая Была Также Проработана Параллельно Анатолию Эдуардовичем Неницким И мы Абсолютно Не совещаясь Не общаясь Но Концепцию Техолокаров Концепцию Смарткаров Я не знаю Как сейчас Это Именно В холдинге Группы Компании Skyway Будет Называться Но это Не важно Потому что Основной Важностью Заключается То что Данная Стратегия Одна из Точек Входа Одна из Главных Точек Входа Она Была Принята Группой Компаний Skyway И лично Анатолием Эдуардовичем Неницким И собственно Как Стив Джобс Не стал Развивать Сразу Направление Айпада Представьте Насколько Вообще Было бы Потеряно В капитализации Капитализации На сегодняшний день Это более 750 миллиардов Долларов То есть Это одна из Самая крупнейшая Капитализация На сегодняшний день В мире Компании Эппл И собственно По расчетам Я думаю По мечтам Каждого С нами Из вас Наша капитализация Будет еще выше Наша Айпио Будет еще Серьезнее Еще грандиознее Чем Айпио Крупнейшее В мире Алибаба Но Мы должны Действовать Логично Чувствуя И Понимая Риски Именно Такого Грандиозного Масштабного Выхода Технологии Допустим Высокоскоростного Транспорта То есть Я это Ощутил Абсолютно В полной мере На проекте Челябинск-Екатеринбург Когда Посетив Инопром Я убедился Что оказывается Уже Рисуется Трассировка И Готовы Именно Договора Банки Готовы Кредитовать Уже На строительство Высокоскоростной Дороги По китайской Технологии Первого уровня Естественно Это не второй Уровень Да Если бы Мы уже Разработали Если бы Все было Продемонстрировано Просертифицировано Да Возможно Приняли бы Невозможно Скорее всего Точно Приняли бы Нашу технологию И Не в качестве Конкуренции А в качестве Дополнения Китайской технологии И Я напоминаю Тем Кто Не присутствовал На наших Технико-экономических Вебинарах Что Технологии Skyway Именно Технологии Струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Ницкого Позволят И обязательно Выведут Российскую Федерацию При принятии Данной технологии На мировое Лидерство Мировые позиции Сформируют Территорию Опережающего развития У тех стран Которые на сегодняшний день Может быть Находятся В 100 километрах От побережья Более 80 ВВП Сейчас Формируется Мирового ВВП Именно у тех стран Которые Имеют выход к морям То есть Те страны Которые находятся В глуби Континентов Они Формируют Меньшую долю ВВП И как раз Струнная технология Анатолия Эдуардовича Ницкого Может в корне Изменить Этот пропорциональный Перевес И напишите Пожалуйста Плюсики Поставьте Кому понятна Именно стратегия Джобса И почему Мы назвали Именно стратегии Джобса Потому что Это постепенный Вывод На рынок Это не кричать Знаете Вот если кричать В криминальном Каком-то районе Кричать Что у меня есть деньги Все классно Там все замечательно То что будет Вот просто вдумайтесь В это Что будет И Один из Таких вот Очень Многозначительных Фактов Который Нас заставил Задуматься Это Литва То есть Да Было бы замечательно И классно Если бы стройка Началась Еще осенью Прошлого года Но стройка Начинается Абсолютно Вовремя И в той стране Я абсолютно Надеюсь И верю в это В Республике Беларусь Родин Технологии Skyway И Республика Беларусь Станет территорией Одной из главных территорий Опережащего развития Мирового масштаба Я думаю Что сейчас Не будет Никакого смысла Ни у президента Республики Беларусь Ни у других чиновников Мешать этой технологии Потому что ЗАО Струнные технологии Является Крупным налогоплательщиком А в будущем Это будет Крупнейший налогоплательщик Республики Беларусь И То что Сейчас Земля Выкуплена То есть Именно Аренда Не выкуплена Аренда И так далее Часть выкуплена Это уже Затратная часть И это уже Капитализация Бескозная На тот момент Земли Но я вам могу сказать Что это Уникальный Действительно Участок земли Потому что На этом участке Земли Растет даже Брусничник То есть Вы можете Если Поприсутствуете На данной территории Даже найти ягоды И более того Тот ботанический Сад Да Абсолютно верно Нейтральная территория Как в природном Эквиваленте Так и В геополитическом Эквиваленте Эта территория Никого Не волнует Это не Свободная Экономическая Европейская И так далее Зона Как у нас Было Именно В Литве Это территория Которая Никого Не трогает И абсолютно Так же Как Наша Технология Абсолютно Простая Абсолютно Легкая Безопасная Эффективная Экономичная Типа Смарткар И типа Велокар Если мы будем Задавать вопрос Чиновникам Олигархам Кто принимает Решение А я думаю Многие из вас Сейчас Потыркались Так скажем Попытались Попробиваться К чиновникам Именно С грандиозными Проектами Что давайте Построим Городской Пассажирский Транспорт Пассажирский Транспорт Неэффективен И какие Результаты Это принесло Приведу Пример Крайнюю Одну из Крайних Поездок Именно Моих По городам Бишкеки Со Светланой Милютиной Мы в мэрии Обсуждали Именно Их Концепцию Применения Нашего Транспорта В их Городской Среде И на тот Я даже не предполагал Что будет Именно Такая стратегия Развития Но Если Я уже Тогда Знал Обязательно Как говорится Прошлое Будущее Настоящее Существует В одном Измерении Обязательно Вернусь К себе Тогда И скажу Что Лучшая Стратегия И одна Из самых Правильных Стратегий Это именно Не конкурировать С современным Городским Транспортом Не мешать Им внедрять Монорельсы И так далее Что пожелали Именно Развивать И не сравнивать Даже Этот транспорт Это все Произойдет Потом Само Но Предложить Им Что Дамы и господа А хотели бы Вы Чтобы Транспорт Второго уровня Инновационный Протекал Допустим И Проходил На Озере И как Связка Именно Прибрежных Зон На Озере Вашем Мирового масштаба Мировой красоты Бишкек То есть Даже Не идти До Бишкека Не идти С помощью Транспорта Второго уровня До Бишкека Это будет Дорогостоящий Это Будет Непонимание У чиновников Зачем Это делать Если он Даже Не продемонстрирован Не Просертифицирован Но А те Адресные Проекты Именно Мелкие По масштабам Адресные Проекты В парках Отелях Между Университетами На берегах Озер Рек Морей И так далее Через Леса Через Может быть Какие-то Красивые Места Но Небольшие По протяженности То есть Это максимум Будет Километров Десять И Минимальные В рисках Минимальные Вообще В каких-либо Конкуренциях Современными Корпорациями Даже Корпорациями Городскими Наоборот Этот транспорт Именно Легкая Концепция Транспорта Позволит Вывести Город И регионы Которые Будут Его Принимать На новые Российские Если Это будет Речь Идти Про Россию Масштабы И Европейские Даже Мировые Масштабы То есть Даже Когда Если В Сомали Будет Построен Транспорт Трового Уровня Именно Без Конкуренции Повторяю Без Конкуренции Мы ни с кем Не конкурируем Мы создаем Новую Транспортную Технологию Которая Имеет Миссию Именно Сформировать Седьмой Технологический Уклад И Более Серьезную Миссию Вывести Всю Промышленность В открытый Космос И Соответственно Эти Проекты Будут Окупаемы Эти Проекты Точно Будут Окупаемы Они Будут Окупаться Не Хуже Городского Пассажирского Транспорта И Все Расчеты На Первых Адрес Проектов Я скажу В райской Конференции Мы получили Где-то Четыре Адресных Проекта Естественно Может На Одном Из Адресных Проектов Билами На Воде Как Говорится Писано Потом Оказывается Одновременно Концепция Необходима У Владимира Маслова В Таллине Такая же Концепция В Таллинском Порту Необходима Такая же Концепция Необходима В Челябинске Такая же Концепция Необходима В Литве Несмотря на то Что мы Оттуда ушли Такая же Концепция Необходима В Англии Такая же Концепция Необходима Во всей Европе Я задумался Каким образом Продвигать Нашу и какие проекты реализовывать именно в Европе, если сейчас городской пассажирский транспорт именно встретит массу сопротивления. Приведу пример Армонда, одного из наших директоров, директора Global Transnet UK, который рассказал историю, что именно корпорация, которая на сегодняшний день владеет лондонским метро, когда метро строилось, по одному рабочему за то, что он не вышел на работу и, собственно, всем сказали рабочим, им заплатили буквально по несколько шиллингов. И на сегодняшний день семья не отказывает ни в чем, имеет достаточно солидный счет в банке, потому что акции именно лондонского метро, вот эти вот несколько шиллингов превратились в достаточно серьезный актив. И теперь представьте, как посмотрит даже вот этот бывший рабочий, уже в пожилом возрасте, и как посмотрят вообще владельцы современных транснациональных, даже общегородских, общих в каких-либо странах транспортных систем, как они посмотрят на нас, когда мы такие красивые, замечательные, эффективные, экономичные, придем замещать их. Естественно, сразу будет сопротивление и не нужно конкурировать, не нужно оказывать сопротивление. Нужно входить постепенно, чтобы вообще вот задумывались ли вы, сколько, допустим, фильмов с искусственным интеллектом про роботов и так далее сейчас появляется. И это неспроста, потому что уже разрабатывают первым андроидов, подразделение Google разрабатывает первых андроидов, один из первопроходцев будет под именем Дэвид, и, собственно, поэтому масса фильмов сейчас идет именно про искусственный интеллект, чтобы подготовить общество. И также мы не должны врываться, разбивая стекла, выбивая двери, именно вот этого транспортного, грандиозного, широкомасштабного рынка. Мы должны войти постепенно, постучавшись в дверку, постучавшись в дверку с помощью легкого прогулочного эко-фитнес-транспорта. И сейчас я вам покажу картинки, чтобы примерно было представление. Это не значит, что транспорт будет именно таким, это не значит, что он будет такого вида. Даже вот на дневных вебинарах сказали, что вот замечательная буква В, Виктори, то есть хорошая символика. Мы не знаем, каким образом будет выглядеть. Это визуализация нашего, именно бывшего руководителя отдела мультимедиа, который, к сожалению, ушел из директорского состава, потому что решил работать самостоятельно по направлению именно видео и так далее, и другим направлениям. То есть все происходит вовремя, я думаю, пути наши еще сойдутся. Но вот эта работа была очень вовремя проделана, буквально за полнедели, и сформирована визуализация. Возможно, чтобы сейчас в первую очередь я вам дал. То есть это именно простые, легкие, подвесные транспортные средства. Они также могут быть и навесные. То есть каким образом, опять же, внешность транспортного средства будет выбрана, я не знаю. Это будет решать только научно-производственное конструкторское предприятие. Но данная визуализация, она позволила еще на первых стадиях сформировать предзаказы, которые ждали выхода вот этой стегии, которую я сегодня вам озвучил. Именно постепенный и одной из точек входа на глобальный транспортный рынок по концепции типа смарт-кар, велокар. Я не знаю и не имею права даже предполагать, как назовет ее научно-производственное конструкторское предприятие. Потому что все должно быть в логике именно общей юнибусы, юникары, юни-леты и так далее. Как будет называться данный транспортный модуль, я не знаю. Но одно я могу сказать. И более того, первые коммерческие предложения мы уже составили для нескольких парков. Также готовится коммерческое предложение для прогулочной межгородской трассы в Таллине. Также параллельно мы будем составлять коммерческие предложения для отелей, для университетов. Я думаю, что МГУ даже заинтересуется, так как были разговоры и были договоренности по велотрассе. Но не было концепции, не было стратегии. То есть все, дамы и господа, приходит вовремя абсолютно. И как это будет называться, никто не знает на самом деле. Покажет только время. Но одно я могу сказать, что и поздравить вас, что мы все вместе. И директорат Skyway Invest Group, и лично Анатолий Владимирович Юницкий, который также предполагал заранее и не рассказывал никому, потому что не было именно концепции, не было применения этой точки развития. Но мы все сошлись и соприкоснулись во мнениях, что да, эта концепция может быть одной из точек входа. И почему я тут привел стратегию Форда? Потому что данный транспорт, он будет абсолютно народным. Как и, естественно, городской пассажирский транспорт. И, собственно, далее этот транспорт, вот как Генри Форд, и почему вообще автомобильная промышленность, именно с появлением индустрии Генри Форда и созданием его народного автомобиля, он не первый создал автомобиль, но он первый сделал именно народный, экономичный и дешевый автомобиль. Да, в нашем Unipad это будет называться, Unicycle, может быть, это вообще без приставки Uni будет называться. Я не знаю, как это будет называться. Сейчас именно вот у нас с Сергеем Анатольевичем такое привычное название, это Smart Eco Car, это Velocar. То есть, почему Velocar? Потому что на данном транспортном модуле вы сможете также запитывать дополнительно и именно тренироваться, испытывать физическую нагрузку, крутя педали и дергая за рычаги. Более того, вы сможете контролировать нагрузку, вы сможете задавать программы, сохранять программы. Более того, в парках сейчас мы предусмотрим, что могут соревноваться, то есть, две трассы будут именно подвесного или навесного. Конкуренция, которую я здесь вижу, это пуникулеры. То есть, когда я был в Нижнем Новгороде, я увидел, что, да, действительно, вот подобный транспорт и более того, стоимость проезда, думайте, 100 с лишним рублей. А как вы думаете, сколько стоимость проезда детской железной дороги в одном из парков, в котором сейчас мы будем доносить до администрации и просто поставьте ваши варианты, какая стоимость, 300, ну, 300, это, конечно, жестко. 150 рублей, то есть, 110-150 рублей, это 6 километров проехать. Представьте себе, это детям, естественно, их родителям, взрослым, но 110 рублей заплатить за детскую железную дорогу, ну, не знаю. Я бы заплатил как за маршрутку, то есть, максимум как за маршрутку. Сейчас, если не ошибаюсь, маршрутка стоит у нас в городе 20 или 25 рублей. И, соответственно, стратегия Форда, то есть, именно создание народного транспорта второго уровня, и стратегия Джобса, вывод транспорта постепенно, без конкуренции, абсолютно логично, и постепенно скрывая, вот мы как консервный нож скрываем банку будущего триллионного рынка, мы как нож плавно и очень мягко входим в масло этого триллионного рынка, никому не мешая, и только взаимодействие, только развиваясь в сотрудничестве с современными транснациональными корпорациями, с современными городами, мы начинаем новую эпоху четвертого поколения транспорта второго уровня по технологии Анатолия Эдуардовича Реницкого. И, как вы видите, формула замечательная получается, стратегия Форда, четвертый технологический уклад с эгрегором, ядром, именно двигатель внутреннего сгорания, который, кстати, сформировал нефть и газ, который сейчас абсолютно влияет на экономику Российской Федерации, и стратегия Стива Джоффса, пятый технологический уклад с ядром в виде интернет, микроэлектроники, хай-тек технологий, формирует шестой технологический уклад. Логично? Я считаю, абсолютно логично и закономерно. И здесь бы я добавил к стратегии Джоффса стратегию Цукерберга, то есть вот сюда чуть-чуть добавим, потому что наша связь и наша сеть начнется с минимума, с минимума в современных городах и в существующих странах. Возможно, мы начнем с малого, возможно, появится сразу проект с широкой поддержкой и лоббированием, серьезный, грузовой, городской, пассажирский или высокоскоростной, но в любом случае, с чем я вас могу поздравить, и действительно, мы сделали ту точку входа, тот пароль на замке, той двери, на тот рынок, в который, собственно, не каждый может проникнуть, и этот пароль знают немногие. А мы с вами сейчас уже знаем, мы нащупали, и вы даже не представляете, как мы будем эту стратегию дублицировать, и насколько серьезные и бурные движения, насколько быстро и эффективно узнают и чиновники, и олигархи, и молодежь, и студенты, и пенсионеры, абсолютно все, когда вы будете в городах, никого не пугая, никого не, может быть, удивляя масштабами развития, никому не рисуя, кому-то, кажется, возможно, сейчас воздушные замки из будущей капитализации, вы просто даете возможность реализовывать простые проекты, простые прогулочные, туристические, фитнес, эко, спортивные, оздоровительные проекты, называть можно как угодно, применение у этого будет масса, мы это будем обрисовывать, мы это создаем, в первую очередь, и создали уже в голове, и уже сейчас выделена отдельная группа по разработке в научно-производственном конструкторском предприятии данной технологии, уже в ближайшем будущем мы получим визуализацию, эта технология выйдет при должном и достаточном финансировании, опять же, я повторяю эту фразу, также осенью 2016 года, и, как говорится, когда время технологии пришло, ничто и никто не может ее остановить. В данном случае это технология юнипэдов, юнициклов, юнисайклов, не знаем, как сейчас это будет называться, но всем, я думаю, понятно, что это абсолютно логичное, закономерное, плавное вхождение в рынок, как это сделал Джобс, и это замечательный пример будущей капитализации, будущих дивидендов, и это произойдет до выхода до IPO, и кто знает, возможно, шестой технологический уклад, сеть Transnet начнется с небольших трасс в парках, в отелях, между университетах и так далее, и, собственно, благодаря этому, действительно, я могу сказать, что наш слоган объединяет широкие массы людей, мы объединяем мир, объединять мир, наша работа. Объединять мы будем уже с теми, кто не замечал на сегодняшний день технологию Skyway и наш проект, потому что данные мелкие проекты будут привлекать абсолютно всех. Вы даже не представляете, какое серьезное движение начнется в абсолютно всех городах, где сейчас хотя бы в роли одного-двух инвесторов технологии Skyway, потому что это продублицирует абсолютно реально и абсолютно возможно, абсолютно быстро и без какой-либо конкуренции. Это та точка входа, которую мы нащупали, и напоминаю, что через 2-3 недели уже при должном финансировании мы увидим струнный забор, и, собственно, осенью 2016-го мы увидим демонстрацию и сертификацию городского пассажирского, грузового и легкого транспорта, построенного по струнной технологии Юницкого. Строй Skyway, спасай Россию! Строй Skyway, спасай весь мир! Благодарю за внимание! С вами Алексей Сходоев. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова